Изучение модулей мы начнем с двух базовых вещей. Это как должен называться наш модуль, структуре модулей системы и какую структуру вообще должен иметь любой модуль. Первое, что вам нужно знать, это каким образом назвать свой модуль, а точнее выбрать его ID. В модуле есть текстовое название, но по факту оно практически применяется только для отображения списка модулей или списка решений маркетплейса. Но основополагающим является ID модуля. Именно с ним сталкивается разработчик. ID модуль это название его папки. То есть открывая папку модулей, мы открыли папку битрикс модульс, вы видите ряд папок с определенным названием. Так вот, название каждой папки это и есть ID модуля, который использует система. Мы здесь видим модули форум, iBlock, битрикс.сайтперсон и другие. Разберем на какие же части делится ID модуля. Наш модуль мы назвали академией .d7. Первая часть это имя партнера. Так как в системе практически стерто различия между решениями, устанавливаемыми из маркетплейса и созданными прямо тут на сайте для установленных копирами исходников модуля, то при разработке модуля неважно, разрабатываете ли вы его с прицелом на размещение в маркетплейсе или же будете использовать разово. Система также все эти решения рассматривает как решения маркетплейса. Не зря они все размещаются в одном разделе. Различия есть, но мы их не будем касаться. Они очень узко специальны и связаны с работой демо-периода модуля из маркетплейса, активностью поддержки по модулю и тому подобным вещам. Поэтому даже если вы никогда не собирались размещать свой модуль в маркетплейсе, у вас нет ID партнера битрикса, используя какое-то свое наименование. Это может быть логин на бирже фриланса, ваше имя написано на латинице или что-то подобное. Это то, что отделит ваше решение от решения других разработчиков и даст вам возможность сбежать совпадения ID модулей. Вторая часть, которая идет после точки, это собственно идентификатор самого модуля. Это некоторое наименование вашего модуля, которое может раскрыть его суть. Постарайтесь не использовать очень длинных идентификаторов. Обе эти части дают ID модуля. Требования к самому ID модуля несложные. Имя папки и модуля должно быть написано только латинскими буквами и цифрами. Цифры не могут стоять в первой позиции. Должны использоваться только нижние регистры, никаких заглавных букв. И категорически запрещено использовать подчеркнение. Ну и само собой, вы должны использовать точку до разделения ID партнера от собственно ID модуля. Еще один момент, про который я не могу не сказать вам. Про точку в ID модуле. Все штатные модули не содержат в своем названии точек. Поэтому если вы называете свой модуль, не используя точки в названии папки, ваш модуль не попадет на страницу установленных решений маркетплейса, а будет виден список системных модулей. Что само по себе является некорректной ситуацией, поэтому так поступать нельзя. А теперь перейдем к структуре. ЛИП. Самым важным нововведением стала именно эта папка. Это папка, в которую вы должны загружать весь код модуля, все классы и методы, которыми обладает ваш модуль. Из этой же папки эти классы автоматически подключаются при соблюдении определенных правил. Данная папка не является обязательной, если вам ее функционал не требуется. То есть если у вашего модуля нет собственных методов. Далее все папки и файлы уже были в структуре модуля на старом ядре, но они также используются и при написании модуля на новом ядре D7. Инсталл – это самая важная папка в модуле. Отсюда Bittrex берет информацию о модуле. Здесь же находятся все файлы и папки для установки и удаления модуля. Индекс PHP – основной файл модуля, в котором находится код установки и удаления модуля, а также определяются основные параметры. Version PHP – обязательный файл, в котором хранится номер версии модуля, который не должен равняться нулю, и дата выпуска последней версии модуля. StepPHP и UnstepPHP. Эти файлы не обязательно, да их названия могут быть иными. Но по негласным правилам лучше файлы имена именно так, или добавляя после имени файла еще числовой индекс. Эти файлы используются для пошаговой установки и удаления модуля соответственно. О них позже я подробнее расскажу. Папка Admin – здесь вы можете разместить файлы, которые при установке перемещаются в папку Bitrix Admin. Учтите, что файл, размещенный здесь, не должно содержать самого кода для админки модуля, а только код подключения такого файла. А сам код должен лежать в папке Admin в корне модуля. DB – каталог, в котором вы можете поместить при необходимости скейль файлы, которые будут выполняться при установке модуля. Обратите внимание, что такие файлы нужно размещать не в самой папке DB, а в подпапке с именем базы, в нашем случае MySQL. Папка Components – пространство имен, имя компонента. Если у вас есть компоненты модуля, то их нужно скопировать на свои законные места при установке. Поэтому они хранятся в папке Install, в подпапке Components. Также все прочие сущности, которые вы куда-то копируете, запускаете и т.д. при установке, вы должны размещать в папке Install. Admin. Еще раз вернемся к папке Admin. Кроме исполняемых файлов админки модуля, здесь еще можно разместить несколько файлов. Меню PHP. Файл административного меню модуля. Operation Description PHP. Файл с описаниями операции дорожей на управление правами доступа. Task Description PHP. Файл с описанием уровней доступа дорожей на управление доступом. Leng. ID языка. Ну и конечно классический, не забываем про папку с языковыми константами. Они размещаются в корне папки модулей. А в них уже языковые файлы с языковыми константами, которые повторяют структуру модуля. Единственное, там можно не размещать те файлы, которые не содержат языковых констант. Include PHP. В старом ядре являлся важным файлом. В него подключались все файлы с библиотеками классов модуля. В новом ядре его значимость упала. Данный файл подключается при нациализации модуля при выполнении скриптов сайта. Так как в D7 есть папка lib и автозагрузка, то сейчас вы можете использовать данный файл, например, для принудительного подключения файлов с классами или каких-то иных целей, когда вам необходимо какой-то код выполнить при нациализации модуля. Options.php данный файл обязательно должен присутствовать, если у вашего модуля будет страница настройок хотя бы только настройка прав доступа к модулю. Данный файл подключается на страницы настройки параметров модуля в административном меню настройки. Также все старые файлы и папки, которые были в структуре модуля, продолжают работать. Они оставлены для совместимости при написании модуля на ядре D7. Я бы вам не рекомендовал использовать старый подход. Продолжение следует...